здравствуйте уважаемые зрители моего канала ну вот мы едем на птичку сейчас проезжаем наш стадион который построили к чемпионату мира по футболу вот волга едем по мосту это суббота раннее утро был туман но сейчас слава богу все разошлось скоро будем на птичке другой стороны подъехали к стадиону в принципе прикольно такой стадиончик у нас построили ну точнее строят еще тут от заборчиком обнесено так же маме в курган сейчас посмотрим это наши местные достопримечательности мы подъезжаем к нашей птички еще не подъехали но уже видно народу дофига тут машин поставить вообще я не представляю просто где это можно поставить но так как тепло все разложились птичка у нас еще как бы далековато это просто подходы к птичке а рынок наш вот он крытый начинается но там большая часть не крытая это по периметру даже колючей проволокой обнесено особо секретный объект здесь раньше постоянно собаками стояли что-то разогнали видать собаки кошки были ладно пока найдем место потом продолжим вот мы подходим это центральный вход народу странно очень мало обычно тут вообще не пройти не проехать так ну чё куда пойдем вот хотел не включается насосом выгодят чувак по рынку ходит с камерой странно выглядит наверно тут тут посносили много всего перестраивают переделывают раньше были вообще все было заставлено какими-то варечками сейчас вообще все по сносили а вот это кстати есть зоомагазин крытый это здесь все что с аквариум связаны это маленькая часть рынка он очень большой весь снимать я не буду потому что основную часть хочу все-таки зоомагазин это ряд самый такой прикольный такой мечта любого мужчины это мы входим святынь святынь здесь тепло и уютно куда пойдем направо это и цены заодно можно смотреть что-то а а а а а а а но это тоже аквариумистика кстати губка нужна губки надо не забыть парочку взять здесь рыбалка кстати мне тоже альтернатеру надо взять да ничего 230 идут нитраты и по-моему 190 не перейти сейчас скажи какой-то дурак прям полный все стою а я хотел сказать игорь нет это экзотический отдел здесь у нас всякие ящерицы, змеи не стучите по стёбкам ну да, сейчас надо что-нибудь затариться ну да, ну это вот накачивают, чтобы рыбе, если далеко везти здесь у нас корма ну и в принципе вот мы на выход вот вот маленькие вот маленькие а не он вот сюда в рыбакистик, пожалуйста напала? да тут все рыбы нет ну да тоже они с дачками поэтому ничего такого это взрослые растения уже взрослые растения продолжаются с дачками корнивыми получается небольшие подачки сейчас отверстие пока нет, пока не надо ну во-первых, одну, две, сколько три одну давай подачки с дачками с дачками подачки и это так и поездки Продолжение следует... 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 Здесь у нас мох, это мох, как же он называется, тоже сказали, а, сингапурский, во, вспомнил, мох сюда, пускай тоже дезинфицируется, и вот еще у нас тут есть, это у нас все, это минут на 15-20 поместил, а, кстати, что хотел еще сказать, я вот этот пинцет, который мой рабочий пинцет, я им собираю там растения сажаю, плюс еще я им собираю алофорус, я его купил, что-то, по-моему, за 300 чем-то рублей в медтехнике, вот, а на птички ходил, зашел в отдел, где там светодиоды продают, ну, много всего такого, то есть типа радиодетали, и там вот такие для того, чтобы паять провода, все такое пинцетики, и, кстати, этот пинцет обошелся мне в 140 рублей, то есть на порядок дешевле, сейчас посмотрим, а, он, а, он даже типа, а, это, то есть он согнутый, вот такой пинцетик, в принципе, удобно сажать можно и будет, 140 рублей, конечно, этот более массивный, такой более, ну, получше смотрится, но этот, блин, в два раза дешевле, меня устроил бы и такой, так что, если будете искать пинцеты, ищите, где радиодетали, в тех магазинах, намного дешевле обойдется пинцет, в раза два должно, ну, по крайней мере, у меня, так, а, еще плюс, я там губочку прикупил, и распылитель, классный распылитель, мне очень нравится такой, вот, ну, а на этом все, съездил, побывал на птичке, очень много я там не заснял, я думаю, просто вам и не нужно было, там, тем более, у нас перестройка идет, раньше все открытое было, а сейчас застраивают павильонами, вот, как на, в аквариумистике, так и, раньше вообще, как-то умудрялись, прям, на холоде торговать, то есть можно было, ну, зимой, прям, в лютый мороз, не, нет, а вот аквариумы стояли на улице все, сейчас уже стоят в помещении, и все остальные тоже переезжают в помещение, застраивают, вот, ну, а на этом все, всем спасибо, подписываемся на мой канал, ставим лайки, до скорых встреч!